МЧС дали неправильный прогноз по масштабу бедствия в области Абай. Проявили непрофессионализм и халатность, сказал президент Укаев на встрече с родными и близкими погибших лесников. Как следствие, уволили министра Юрия Ильина, потому что не приехал сам на место пожара, потому что не сделал работу над ошибками, а ошибки и проблемы в ведомстве были выявлены уже давно. Последний раз о них говорили в прошлом году, когда пожар бушевал в Кустанайской области. Это отсутствие системной стратегии борьбы с пожарами, низкие зарплаты пожарных спасателей, отсутствие амуниции. Вы только посмотрите на форму пожарного, который борется сейчас с огнем в области Абай. Лесные пожары в Казахстане проходят каждый год, однако июньский пожар в Абай оказался беспрецедентным по масштабу. Поэтому с первых дней дополнительную помощь спасателям должен был санкционировать местный Акимат. Однако Аким области Нурлан-Уранхаев праздновал день рождения региона. Оттого удивительно, что вместо увольнения за целый ряд упущений у Нурлан-Уранхаев отделался всего лишь выговором. Тем временем огонь в области Абай, на территории которой расположен уникальный реликтовый бор, поглотил более 60 тысяч гектаров леса. По прогнозам экологов, на восстановление экосистемы региона уйдет около 60 лет. Есть еще сног от пожара, который уже накрыл семей. От задымления также пострадала область ЖТСУ. Облако дыма уходит дальше, в сторону Кызылорды и Туркестана. Как отмечает эколог, дым может оказать сильное воздействие на здоровье казахстанцев. Кто за это будет в ответе? Почему казахстанцы вынуждены с привогой ждать летнего сезона, боясь очередных пожаров в войне смертей? Когда наши госорганы начнут не доклады со списками готовить, а работать, вопросов, к сожалению, больше, чем ответов.